Приветствую вас. Мне бы хотелось начать с того, что спросить, в чем именно была нанесена вам обида. То есть вы говорите о том, что вы не можете простить обидчика. Значит, вам была нанесена обида, и вы это переживаете. Правда заключается в том, что это ваше переживание. И если это ваше переживание, значит, обидчик своими словами задел вас. То есть, вкрыл что-то, чем вы изначально не были для себя уверены. И тогда, чтобы опустить обиду, нужно вам понять, а что же это такое? Что именно задело вас в том, что сказал человек, и почему вы теперь из-за этого переживаете? Нужно здесь оговориться, что когда человек обижается, это означает, что он в душе, в своем сознании, сам осознает, что то, на что давит обидчик, у него действительно плохо, у него действительно какая-то недоработка, слабость и так далее. И самое главное, это то, что человек, которого обещают, принять в себе вот этого аспекта не может. То есть, обидчик что-то сказал, человек это услышал, воспринял на свой счет, а из-за того, что он не принимает в себе то, на чем заострил внимание обидчик, это больно для человека, и возникает переживание. Соответственно, нужно либо принять в себе то, на что сделал акцент обидчик, либо это купировать и устранить, чтобы вас не задевали слова, касающиеся определенных вещей. Это первое. Второе. Видите ли, счастливый человек и вообще счастливые люди никогда никому обидать не будут. Им это, знаете ли, просто не нужно. Обидчик, то есть человек, который обидел вас, причем обидел вас, специально. Про случайную обиду мы говорить не будем, потому что случайной обиде относится то, что я говорил в Терилете. Именно речь о намерении, о намеренной обиде. О безначальном намерении человека обидеть другого, задеть его. Так вот. Зачем обидчику это делать? Зачем счастливому человеку это делать? Очевидно, что незачем. Потому что человек, который находится в гармонии с собой, человек, который счастлив, который не испытывает дефицита какой-либо потребности, не будет так себя вести. У него просто будет отсутствовать стимул для этого. И тогда несложный вывод заключается в том, что обижают те, кто за счет вот этого вот акта обиды пытается что-то восполнить для себя. То есть это люди, которые живут с дефицитом чего-то у себя. И, соответственно, этот дефицит они пытаются купировать за счет самоутверждения на фоне других людей. То есть такие люди несчастные в душе и достойные жалости. Если вы это для себя поймете, если вы сделаете это своей мыслью, то перестанете воспринимать обидчика как равного себе. Посмотрите на него, как на человека достойного жалости, и начнете жалеть. А с того, на кого мы жили, нельзя бежать. За того, кого мы жалеем, нельзя здесь отвергать обиду, потому что мы воспринимаем его как неравного себе. И если мы воспринимаем человека как неравного себе, то объективно нельзя испытывать к нему подобных негативных эмоций. потому что обидеться можно на того только, кого считаешь либо равным, либо выше себя. Обидчик является тем, кто ниже нас, потому что он несчастный и он пытается за нас все самоутвердиться. Подобные два основных направления в понимании того, почему люди обижают и как относиться к обидам поможет вам быстрее отпустить негативные эмоции, связанные с обидой. Если у вас есть желание более подробно, детально обсудить конкретно вашу обиду, обращайтесь в личку, помогу, разберем и поможем вам простить и жить дальше. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!